Работа и процедура банкротства. Как успешно пройти банкротство, если работаешь официально и если не работаешь вообще? Как будет проходить банкротство, если я не работаю? Могу ли я работать во время процедуры банкротства? А что, если из-за банкротства меня вообще уволит? Сегодня в ролике ответы на эти и другие вопросы. Всем здравствуйте, меня зовут Роман Родин, я являюсь руководителем федеральной сети юридических компаний, делаю время. А вот уже более 9 лет мы законно избавляем граждан Российской Федерации от долгов. Сегодня поговорим на тему работы и банкротства. Я постараюсь ответить на самые популярные вопросы наших клиентов, поэтому надеюсь, что ролик будет для вас максимально полезным. Подпишитесь на канал, если хотите, чтобы под рукой всегда были надежные юристы. Ну и ставьте лайк авансом, ведь они помогают должникам начать новую жизнь. Возможно ли в принципе банкротство, если вы работаете и получаете зарплату? Ну да, возможно. Наличие работы ведь не является основанием для отказа в проведении процедуры. Арбитражный суд все равно примет заявление о финансовой несостоятельности. Влияет ли банкротство на трудоустройство? Нет, не влияет. Банкротство не является препятствием к официальному трудоустройству. Более того, работодатель вашей настоящей работы не имеет права уволить вас или понизить в должности, или иным образом негативно воздействовать на вас из-за факта банкротства. Кстати, друзья, кто вот из вас проходит процедуру банкротства и при этом работает? Или может быть кто-то проходил и работал официально? Поделитесь, пожалуйста, вашим опытом о процедуре. Будет полезно всем должникам. Можно ли устроиться на работу во время самой процедуры банкротства? Да, можно. Но вам нужно будет уведомить об этом своего финансового управляющего. Процедура банкротства не является препятствием для официального трудоустройства на работу вообще. Возникнут ли проблемы при устройстве на работу после процедуры банкротства? Нет. После положительного завершения процедуры банкротства все претензии со стороны кредиторов прекращаются, и вы снова свободно будете в полном объеме получать свою заработную плату. А что же с вакансиями? Есть ли какие-то ограничения вакансий после или во время банкротства? Основная масса вакансий все еще остается доступной. Однако есть некоторые ограничения, и касаются они руководящих должностей. В течение трех лет нельзя занимать должности в органах управления любого юрлица и иным образом участвовать в управлении юрлицом. Также в течение пяти лет нельзя занимать должности в органах управления страховой организации, пенсионном фонде, микрофинансовых организаций, и в том числе каким-либо образом участвовать в управлении этих организаций. И в течение десяти лет нельзя занимать должности в органах управления кредитной организации. Это на самом деле все. Это все ограничения, которые вас ждут. Друзья, а если вас уже сейчас мучают кредиты, микрозаймы, и вы совсем не в силах их платить, а сумма всех долгов более 300 тысяч рублей, и вы хотите, чтобы я лично проанализировал вашу ситуацию и определил, можно ли вам списать долги, запишитесь на бесплатную консультацию напрямую ко мне в WhatsApp или Telegram по ссылке. Мы работаем по всей России уже более 9 лет, успешно помогаем гражданам списывать долги. Обязательно поможем и вам. Ссылка для записи в описании внизу к этому ролику. Бесплатная консультация ни к чему вас не обязывает. Просто узнаете, подходит ли вам процедура банкротства или нет. То есть вы по-прежнему можете работать в банке, в полиции, в университете, в школе, на госслужбе и так далее. И увольнять вас с этих должностей никто не имеет права, если вы работали там еще до процедуры банкротства особенно. Многие мои клиенты немного стесняются своей процедуры банкротства и спрашивают меня, Обязательно ли, чтобы на работе об этом знали? Ну нет, не обязательно, конечно. Вы вообще не обязаны уведомлять своего работодателя о предстоящем или завершенном банкротстве. Однако работодатель теоретически может узнать об этом от финансового управляющего, который имеет право запросить копию, например, трудовой книжки или трудового договора. Сведения о заработной плате тоже имеют право запросить. Но даже в этом случае можно договориться с арбитражным управляющим, чтобы сохранить банкротство в тайне. Наши, например, управляющие вообще никогда так не делают без согласования с нашими клиентами. Кстати, а все о процедуре банкротства, списании долгов в одном видео. Все нюансы стоимости и последствия смотрите в моем видео, ссылка появится вот здесь на экране. Еще один популярный вопрос. Можно ли работать при банкротстве неофициально? Ну, конечно, можно. Никаких преград к этому нет. И последний вопрос. Возможно ли банкротство, если я безработный? И тут снова мой ответ. Да, возможно. Здесь снова нет никаких ограничений. Закон не устанавливает каких-либо отдельных условий для безработных. Итак, никаких серьезных ограничений получается, что нет. Для людей, которые рассматривают для себя банкротство гражданина. Ни до процедуры, ни во время, ни после. Ваш работодатель не имеет права вас увольнять, лишать премий, как-то давить на вас и так далее. Будущий работодатель не имеет права не взять вас на работу из-за факта банкротства. Поэтому, друзья, не волнуйтесь, вы с уверенностью можете начать процедуру, не переживая за свое будущее. А если среди наших зрителей есть те, у кого уже давно кредиты, микрозаймы, и они вас мучают, и вы хотите законно от них избавиться раз и навсегда, а общая сумма всех долгов более 300 тысяч рублей, то напишите мне напрямую в WhatsApp или Telegram по ссылке в описании или в комментариях. Мы работаем по всей России уже более 9 лет и успешно помогаем гражданам списывать долги. Обязательно поможем и вам. Ссылка для записи внизу в описании к этому ролику. Друзья, вы всегда можете спросить ваши вопросы в комментариях, поставьте лайк этому видео, подпишитесь, если хотели бы, чтобы под рукой всегда были надежные юристы, которые смогут вам помочь. Спасибо за просмотр и пока!